Привет! Вы смотрите наше второе видео, и я думаю, что оно окажется для вас интересным. Как строить собственную сбытовую структуру? Перед тем, как я начну об этом рассказывать, мне хотелось бы для всех новичков, или для тех, кто еще не очень хорошо разбирается в прямых продажах, объяснить, что такое сбытовая структура. Структура — это группа людей. В нее входят клиенты, лидеры, консультанты, а также лидеры мнений. Обо всем этом мы еще будем говорить в следующих видео. В них я буду раскрывать эту тему подробнее. Сегодня же вам нужно просто понять, что такое структура. Это группа людей, обладающих некими навыками и выполняющих некую работу для того, чтобы реализовывать на рынке продукцию Vivasan. Все очень просто. И, конечно же, логичный факт. Чем больше структура, чем выше активность этой структуры, тем больше оборот, который она делает, и тем выше заработок. Это план маркетинга Vivasan. И тогда возникает вопрос. А как выстроить такую собственную структуру? Для того, чтобы достичь своих целей, чтобы выйти на тот уровень жизни, который хотелось бы иметь. Как правило, люди задают себе один и тот же вопрос. Существует ли ключ к успеху? Есть ли рецепт, по которому можно построить структуру быстро и успешно? Вы знаете, есть разные аспекты, как успеха, так и неудач. И существуют разные причины того, почему одни люди добиваются успеха, а другие нет. Обо всем этом мы тоже еще будем говорить. Самое важное, ключ к успеху, необходимый для того, чтобы все работало, чтобы люди начали работать, чтобы они сами начали строить структуры, чтобы работа продолжалась, чтобы предпринимались первые действия. Это ваше внутреннее решение. Это очень важный вопрос. Вы подумаете, так ведь это мы уже слышали в первом видео. Зачем мы снова об этом говорим? Нет, не все так просто. Внутреннее решение, что вы действительно хотите построить структуру в компании Vivasan, должно быть твердым и непоколебимым. Здесь нет ни шага влево, ни шага вправо. Здесь нет пути назад, а есть только путь вперед. Это и есть ключ. Что делают в большинстве случаев люди, которым нужно принять решение? У них всегда есть план А, план Б и даже план В. Это значит, что если не сработает план А, тогда буду действовать по плану Б или по плану В. Такой подход не работает. В бизнесе, где нужно прикладывать усилия, нужно принимать настоящее решение. И не нужно размышлять о том, есть ли план Б или план В. Об этом вообще думать не нужно. Иначе шансов просто не будет. Вы действительно приняли для себя твердое внутреннее решение построить этот бизнес? Тогда я расскажу вам кое-что о нем. Предположим, вы мотивированы. Вы проводите встречи с людьми, вы прошли обучение, освоили навыки, о которых мы еще будем говорить отдельно. И вот вы говорите с людьми, налаживаете с ними контакт, вы непрерывно планируете разговоры и встречи, общение с новыми людьми. Ведь вы хотите рассказать им о продукции и о бизнесе Вивасан, вы хотите построить свою структуру. 60% отвечают вам отказом. 20% собираются подумать. Еще 20% делают вам небольшой оборот. Вы останетесь в бизнесе. Что дальше? Второй пример. Вы уже некоторое время проработали в компании Вивасан и уже достигли первых, пока еще небольших успехов. Вы уже немного знаете о том, как этот бизнес делается. И вдруг кто-то из лидеров или просто человек из вашей структуры забирает своих людей и уходит с ними в другую фирму, потому что там якобы лучше план маркетинга, потому что там якобы продукция лучше или дешевле. Да мало ли почему. Вы останетесь в бизнесе. Есть ли у вас внутренние силы? Приняли ли вы для себя внутренние решения продолжать? Третий пример. Вы работаете. Вы построили большую структуру. Все идет прекрасно. У вас есть система обучения. Работа хорошо налажена. Но тут наступают политические кризисы, экономические кризисы, обстоятельства, которые от вас никак не зависят. И ваш оборот падает на 50%. Вы останетесь в бизнесе. У вас есть твердая внутренняя решимость продолжать? Вы понимаете, о чем речь? Это я имею в виду, когда говорю о внутреннем решении. Это первое, что вы должны сделать. Поскольку только если оно вами принято, мы можем говорить и обо всех других вещах, которые важны для того, чтобы у вас в принципе появился шанс выстроить крупную сбытовую структуру. Я сейчас не говорю о структурах из трех-четырех человек. Я говорю о крупных структурах, в которых собирается действительно много людей. То есть о структурах численностью более тысячи человек. Но все начинают с малого. Не забывайте про первое видео. Все начинают со ступени хобби. Однако, чем раньше вы узнаете, что является основой крупной сбытовой структуры, тем лучше для вас. Мы начнем с трех важных тем. Это мысли, навыки и система. Мысли. Чтобы быть успешным, необходимо мыслить в нужном направлении. Необходимо освоить нужные навыки и непрерывно развивать, оттачивать их, постоянно применять их на практике для того, чтобы достигать успеха. Но то, о чем я вам сейчас говорил, имеет смысл и приведет к успеху лишь в том случае, если у вас есть система. Что это означает? То, что не только вы знаете, о чем здесь идет речь, но и ваша структура, и те участники вашей команды, которые также преследуют цель построения большой структуры или ведения бизнеса вместе с вами. Итак, давайте начнем с мыслей. В принципе, этих мыслей шесть. В первом видео мы говорили с вами о десяти правилах. А сейчас мы говорим о ценностях. Мы говорим о тех внутренних психологических установках, которые должны быть у вас в этом бизнесе. Мысль номер один. Все зависит от тебя. Об этом мы уже говорили. Что это означает? Звучит на первый взгляд так просто. Все зависит от тебя, ты за все отвечаешь. Но давайте рассмотрим этот вопрос немного поподробнее. Сможет ли человек достичь успеха в нашем бизнесе и начать много зарабатывать, зависит от того, какие границы он сам себе установил в своей голове. Хочу пояснить еще раз, чтобы понимание было полным. Достигнете ли вы успеха или той цели, которую перед собой ставите, зависит исключительно от того, какие границы вы устанавливаете в своей голове. В этом и заключается проблема. Ведь люди говорят, я слишком молод, я слишком стар, я слишком занят, у меня слишком много семейных проблем, я не умею продавать, я не умею находить людей, не умею мотивировать, у меня нет способностей к тому или иному делу. Все это и есть те самые границы, которые люди устанавливают в своих головах. Перед тем, как начать вести наш бизнес или задуматься о нашем бизнесе, очень правильным и грамотным решением было бы взять лист бумаги и записать на нем свои сомнения. Те причины, по которым, как вы считаете, у вас может ничего не получиться в нашем бизнесе. И это будет то, над чем вы начнете работать в первую очередь. Границы существуют для того, чтобы их рушить, чтобы их преодолевать. И у вас есть такой шанс. От вас зависит, хотите ли вы этого. Не мысли как сотрудник. Когда вы приходите в наш бизнес, вам нужно задуматься о том, что вы находитесь в среде или в окружении предпринимателей. Мы не говорим о зарплатах, мы говорим о бонусах, о премиях. Мы не говорим о фиксированном рабочем времени. Мы не говорим об обязательном присутствии на рабочем месте. Ничего этого у нас нет. То есть, у нас нет никаких обязательств. Вы ведь предприниматели. Вы сказали себе, да, я хочу начать предпринимательскую деятельность в компании Vivasan. Вопрос, для лучшего понимания. Как вы считаете, начать бизнес Vivasan – это сложно? Это рискованно? Вы знаете, одна из истин в нашем бизнесе, которую я хотел бы до вас донести, заключается в следующем. За свою долгую трудовую жизнь я видел немало людей, которые потеряли деньги. Это были деньги банков, их собственные, деньги их родственников и знакомых. Это произошло потому, что они приняли неправильные решения. И они предприняли неверные действия, поскольку не смогли принять правильные решения. В нашем бизнесе такого с вами случиться не может. Но и худшее, что может случиться в нашем бизнесе – вы просто не достигнете того, чего хотели бы достичь. Допустим, вы говорите, я хочу выйти на уровень дохода в 100 тысяч франков в год. Вот столько я хочу зарабатывать. Тогда самое плохое, что может случиться – вы будете зарабатывать всего 100 франков. Или вообще ничего зарабатывать не будете. Но вы точно не потеряете деньги в компании Vivasan. Это большой плюс нашего бизнеса, что у вас риск сведен к минимуму или полностью отсутствует. Единственный риск, которому вы подвергаетесь – а это тоже риск – что вы можете потратить время и силы на то, что, возможно, впоследствии окажется для вас неинтересным. Или вы почувствуете, что продолжать эту работу – не ваше призвание. Это единственный риск, на который вы идете. Таким образом, фраза «не мысли как сотрудник» означает следующее. Нужно хорошенько подумать над тем, что входит в вашу сферу ответственности. Вы отвечаете за все, предприниматели ведь всегда действуют под свою личную ответственность. И они не могут ни на кого ее переложить, а сотрудники любят это делать. Если что-то не получается, если возникла та или иная проблема, то значит, виноват такой-то человек, виноваты какие-то внешние факторы. Или же виновата фирма или президент страны, виноват все виноваты, кроме него самого. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что люди чаще всего не понимают, что проблемы нужно решать. Нельзя часами обсуждать проблемы, а потом их не решать. Проблемы необходимо анализировать и решать. Это очень важный момент в нашем бизнесе. Сотрудники этого не делают. Они этого не любят. Они всегда пытаются отгородиться от проблем. В нашем же бизнесе такой подход не работает. Как за успех, так и за неудачу всегда отвечаю я сам. Я отвечаю как за свой успех, так и за свою неудачу. Итак, следующий вопрос. А как же, собственно, мыслят предприниматели? Приведем несколько примеров. Возьмем слово «работа». Поймите, я не хочу здесь ни о чем говорить плохо. Речь идет о том, чтобы выработать отношения, подход к бизнесу. Сотрудники, ну или большинство сотрудников, бегут от слова «работа». Большая часть сотрудников день и ночь только и делает, что размышляет над тем, как бы им поменьше работать и получать при этом ту же зарплату. Разве не так? Это занимает их мысли, это тот вопрос, над которым многие из них задумываются. Понедельник – плохой день, предстоит всю неделю работать. Пятница – отличный день, еще пара часов и я свободен. Это их отношение к слову «работа». Большинство сотрудников бегут сломя голову от слова «работа». Они и слышать не хотят слова «работа», оно вызывает у них неприятные чувства. Для предпринимателя же работа – это прекрасно. Работа означает приложение своих творческих сил, работа означает воодушевление, работа означает энтузиазм, работа означает самореализацию, работа означает свободу. Понимаете, предприниматель мыслит совершенно иначе. Для него в работе нет ничего плохого. Это то, чем он занимается и занимается с удовольствием с целью достичь именно того, о чем я только что говорил. Свободы, самореализации, самоутверждения, независимости, возможности реализовать свой творческий потенциал. Это для него работа. Или, например, возьмем вопрос дохода. Сотрудник хочет сразу, с первого же месяца, получать высокий доход. Чем больше, тем лучше. А предприниматель знает совершенно точно – первые 2-3 месяца много не заработаешь. Ведь если находиться в компании Vivasan на уровне хобби или любитель в течение первых месяцев, то большого оборота не будет. Немного заработать, наверное, получится, но высоких доходов на этом этапе ждать пока не приходится. Но он точно знает, если я буду прилагать усилия, осваивать навыки, если у меня будет структура, будет система, то через некоторое время я стану зарабатывать гораздо больше, столько, сколько сотрудник никогда в жизни зарабатывать не будет. В этом и заключается разница между теми, как мыслят предприниматели и как мыслят сотрудники. И те люди, которые хотят работать в нашем бизнесе, должны мыслить как предприниматели. Следующая мысль – это одержимость. Это слово многие не любят, но подумайте сами, что такое одержимость. Одержимость означает, что я обязуюсь что-либо делать и с несгибаемым упорством это обязательство выполняю. Понимаете, вы не можете выстроить бизнес, организовать производство в Швейцарии, подходя к этому по принципу «сегодня меня это интересует, а завтра не интересует». Вы всегда должны быть одержимы своим делом. Вы должны быть одержимы тем, чтобы делать его лучше и лучше с каждым днем. То же самое относится и к вашей структуре. Вы постоянно должны думать о том, что в ней можно усовершенствовать завтра, как лучше учить людей, как привести еще больше людей в свою организацию. Это я называю одержимостью. Как мне повысить качество своих учебных занятий по продукции, как мне лучше консультировать клиентов. Все это тоже одержимость. И вспомните успешных людей. Они все одержимы. Это их внутренний мотор. Это та энергия, которая позволяет человеку выстоять и прорваться через самые тяжелые кризисы для того, чтобы дойти до своей цели. Работай упорно. Это логично. Что это означает? Почему я это здесь написал? Дело в том, что я хочу развеять одно заблуждение. Разобраться с одним ложным утверждением. В нашем бизнесе нередко заявляют людям, причем с самого начала, еще до того, как они регистрируются в компании. Тебе нужно только лишь зарегистрировать двух-трех человек, а дальше все пойдет само собой. Друзья мои, это ложь. Это не так. Вам нужно упорно работать. Это необходимо. Для того, чтобы мотивировать самого себя, чтобы продолжать развиваться. Вам нужно упорно работать над тем, чтобы освоить навыки и на практике довести их до совершенства. Вам нужно упорно работать, чтобы регулярно проводить обучение. Нужно упорно работать, чтобы мотивировать других людей. Вам нужно упорно работать для того, чтобы построить большую структуру и для того, чтобы поддерживать ее активность. А все остальное – это ложь. Вы обязательно должны упорно работать. А если вы хотите войти в этот бизнес и считаете, что упорно работать вам не придется, то вы будете разочарованы. И лучше я скажу вам об этом во втором видео, чем в седьмом. Шестая мысль – это уверенность. Это вера в себя, уверенность в своих силах. В первом видео я уже вкратце упоминал об этом. Сейчас хочу сказать еще раз. Вам важно выработать уверенность в себе. А развить уверенность в себе вы можете только достигая хороших результатов. Собирая информацию, практикуя, практикуя и еще раз практикуя. То есть, применяя на практике то, о чем я вам рассказываю. Таким образом вы разовьете уверенность в своих силах и никак иначе. Вот подумайте просто сами, что вы умеете делать очень хорошо. Вы не размышляете о том, что нужно делать. Вы это делаете автоматически, ведь вы это умеете. И вы на 100% знаете, что получите хороший результат. Именно этого можно достичь и в нашем бизнесе. Если вы освоите те навыки, к которым мы сейчас переходим, если вы натренируете их и будете уметь применять их на практике, то будете действовать точно так же, как при любом другом виде деятельности, которым вы сегодня уже безупречно владеете. Это очень важно. Переходим к следующей теме. Это навыки. Мы говорили о навыках и в первом, и во втором видео. Какие же навыки, которые следует освоить, существуют? Их семь. Тех, которые крайне необходимы в нашем бизнесе. Первый навык. Найди заинтересованных людей. Огромная проблема для каждого человека в нашем бизнесе. Люди говорят, я никого не знаю, я же не буду работать со своими знакомыми, я же не буду ничего продавать своим родственникам, своей маме или бабушке. Дамы и господа, я покажу вам систему работы. А об этом речь вообще не идет. Для многих этот первый навык – огромная проблема, потому что они неправильно его понимают. Потому что у них неправильный подход. Если к освоению этого первого навыка у вас правильный подход, то считайте, наполовину ваш бизнес уже заработал сам. Это я вам обещаю. Но для этого вам придется немного поработать над своими мыслями. А как именно, я объясню вам в следующем видео. Итак, поиск заинтересованных. Приглашение на презентацию. Как проходит сама презентация, это пока не важно. Но людей нужно на нее пригласить. Найти кого-нибудь, с кем вы общаетесь, это не проблема. Но вам нужно подумать, о чем вы с этими людьми будете говорить, что будете им рассказывать, как вы с ними будете говорить, как вы будете их приглашать, как проводить презентацию. Это тот навык, который вам следует освоить. Это несложно, но это навык, и ему нужно научиться. Итак, найти людей, наладить контакты, пригласить их на презентацию – это важно. Сами ли вы проводите эту презентацию или же другие – это пока что не важно. Этим мы займемся позже. Третий навык – сама презентация. Как я буду проводить презентацию? Презентации ведь бывают разные. Бывают приличные встречи вдвоем, бывают презентации для группы слушателей, бывают по скайп, ватсап, зум. Существуют самые разные виды презентаций. Как вы будете проводить эту презентацию таким образом, чтобы люди не теряли интерес и были настроены к вам положительно? Даже самая лучшая презентация и самое лучшее приглашение может иметь следствие вопросы и возражения негативного характера. И это совершенно нормально. Люди не понимают некоторые вещи, или же вы их неправильно объяснили. Здесь могут быть разные причины. Вы должны знать, как лучше всего отвечать на вопросы, возражения, доводы негативного характера. Вам придется это делать. И это тоже навык, которым вы должны владеть. И я могу уже сейчас сказать вам заранее. Подробнее об этом будет рассказано в других видео. Этому нужно учиться, и это нужно часто практиковать. Тогда у вас выработается интуиция, и только с интуицией придет профессионализм. Еще один важный навык – это завершение разговора. После проведения презентации необходимо правильно завершить разговор. Нужно суметь достичь результата от встречи с вашим собеседником. Может быть, он зарегистрируется. Может быть, захочет делать с нами бизнес. Может быть, захочет только приобретать продукцию. А может, и все сразу. Не нужно уметь правильно завершить разговор. Многие этого делать не умеют. А потом только и удивляются тому, что сделали великолепную презентацию, а их слушатели через неделю-другую вдруг регистрируются в другой структуре, потому что там другой лидер сумел более грамотно завершить встречу с ними. Следующий навык – это быстрый старт. Это ведь тоже навык. Нет никакого смысла входить в бизнес, собираться делать бизнес, ходить на семинары, посещать информационные мероприятия или смотреть видео, а потом не начинать. Быстрый старт – это очень важный аспект. Для быстрого старта нужны определенные навыки. Нужно делать определенные вещи для того, чтобы быстро стартовать. В частности, для этого необходимо мотивировать людей. Ведь быстрый старт может прекрасно мотивировать. Если человек за месяц или два уже зарабатывает 30 или 40 франков своим трудом только тем, что он зарегистрировал несколько человек, а вы дали ему такую возможность при помощи ваших консультаций, тогда он мотивирован. Об этом мы еще будем говорить. Ведь быстрый старт – это одна из важных основ нашего бизнеса. А седьмой навык – это продвижение мероприятий. Необходимо уметь приглашать людей на обучение, на тренинги, на мероприятия, на семинары. Нужно уметь организовывать эти мероприятия, и, разумеется, нужно уметь их проводить. Конечно, на сегодняшний день мы находимся в довольно неблагоприятной ситуации в этом отношении в связи с пандемией коронавируса. Никакие мероприятия не проводятся. Но это ведь рано или поздно закончится. А для нашего бизнеса мероприятия, семинары, учебные занятия – одна из важнейших основ. Вы никогда не построите большую структуру, если не будете владеть седьмым навыком. Следующая тема – это система. Итак, мы поняли, как нужно мыслить для того, чтобы запрограммировать себя на успех, как понять, запрограммированы ли вы на успех, и есть ли у вас шансы этого успеха достичь. Это объясняется при помощи приведенных здесь мыслей. Затем я рассказал вам о том, какими навыками вам необходимо обладать и пользоваться для того, чтобы у вас появился шанс на успех в нашей бизнесе. А теперь речь пойдет о системе. Ведь если все это – правильные мысли, хорошие навыки у вас имеются, то это прекрасно, это просто замечательно. Мои поздравления. И если у вас есть спонсор, это тоже прекрасно. Мои поздравления. Но ведь и ваша структура, ваша команда точно так же должна все это освоить. Вы ведь хотите через некоторое время иметь большую структуру, в которой будут лидеры. Но это может у вас получиться лишь в том случае, если вся эта совокупность мыслей и вся эта информация не остаются только лишь в одной вашей голове. Если у вас есть система, проникающая далеко в глубину вашей структуры – система распространения информации. Я приведу вам в пример еще немало случаев, когда у людей имеется большая структура, но нет дохода. А как такое может быть? А это происходит потому, что у них нет системы. Есть люди, у которых структуры меньше, но при этом отличный доход. Как это достигается? За счет того, что у них есть система. Система передачи информации в структуру. Именно об этой системе мы и поговорим. Существует шесть важных компонентов этой системы. Первый – это система привлечения клиентов. Затем вам нужна система обслуживания клиентов. Вам нужна система привлечения консультантов и нахождения будущих новых лидеров. Система быстрого старта. Система продвижения мероприятий. И система развития лидеров. Вот так выглядит картина. Это то, что вам требуется. Это те шесть систем, которые приведут вас к успеху. И в наших следующих видео мы будем заниматься следующими темами. Во-первых, навыками. А во-вторых, системой. Как должна работать система? Какие системы должны у вас быть для того, чтобы все их понимали, чтобы все их использовали, для того, чтобы вы построили большую работающую структуру? Многие терпят неудачу в нашем бизнесе, потому что этого не понимают. Многие терпят неудачу в нашем бизнесе, потому что не хотят этого понимать. Ведь наш бизнес – это не лотерея, когда у вас чисто случайно получается зарегистрировать отличных людей, которые будут делать за вас работу. Нет. Так наш бизнес не работает. Наш бизнес работает очень просто по системе, как и любой бизнес. Будь то классическая схема или прямые продажи, вам нужна система, вам нужна стратегия. Это я и постарался вам здесь объяснить. Нужны мысли, программирующие на успех, навыки, которые необходимо изучать, и система. Я хотел бы наглядно пояснить вам эту мысль при помощи этого схематического изображения воронки. Представьте себе, что у вас есть хорошая система, при помощи которой вы приобрели множество клиентов. Предположим, что вы профессионально и доступно рассказываете этим клиентам о бизнесе Vivasan при каждом разговоре с ними. Тогда вы можете исходить из того, что некоторые клиенты попадут на ступень хобби, пройдя через эту воронку. Если теперь этим людям на уровне хобби будет предложена грамотная система обучения, позволяющая им освоить нужные навыки, то они достаточно быстро перейдут с уровня хобби на уровень любитель. На уровне любитель люди будут учиться, а это означает, что навыки будут развиваться, люди получат первое представление о системе, они будут участвовать в работе системы. Соответственно, любителям на этом этапе помогают развиваться. Разумеется, развиваться им помогают профи и эксперты, то есть люди, находящиеся на более высоких уровнях. Итак, если любители будут хорошо работать, то, конечно, не все, но некоторые из них станут профи, и вы уже видите, как движется развитие. Эта воронка работает лишь в том случае, если на каждом ее уровне имеется система, при помощи которой люди переходят с одной ступени на другую и двигаются дальше. Собственно говоря, именно это и есть наш бизнес. Я надеюсь, что мне удалось дать вам общий обзор того, что такое сбытовая структура. Это не только регистрации. Нет, регистрации – это лишь часть работы. И это не только продажи, они тоже лишь часть работы. Если вы хотите построить большую структуру, то вам нужно определенным образом изменить ход своих мыслей. Вам нужны мысли, вам нужны навыки, вам нужна система. И это я и постарался донести до вас во втором видео. И теперь, разумеется, многие зрители задумались, продолжать или прекратить. Интересует меня эта деятельность или не интересует. Следующее видео посвящено тем навыкам, которые необходимо освоить. Оставайтесь здоровы. Большое спасибо. Продолжение следует...